Мусульмане России являются неотъемлемой частью исламского мира, и поэтому необходимо сотрудничать с Россией как с частью исламского мира, а не разделять и не отделять Россию от исламского мира. В исламском мире должны понимать эту роль России. Каково же стратегическое видение России и российского ислама? Я думаю, что стратегическое видение не стремится превратить мусульман России в мостик между исламским миром и Россией или между Россией и исламским миром. Мы считаем, что целью стратегического видения можно сформулировать следующим образом. Как можно выразить или сформулировать стратегическую задачу? Эта задача объединить мусульман и христиан, и исламского мира во имя достижения общих целей. Другими словами, откровенно говоря, есть силы, которые хотят столкнуть мусульман и христиан и в России, и на Ближнем Востоке. И это представляет собой значительную опасность для настоящего и будущего. Россия — это мусульманская страна. Но как можно активизировать роль России в исламском мире? Наши братья по вере, мусульмане России, должны укреплять свои отношения с представителями других религий, прежде всего с православной церковью. Я хотел бы сказать, что российские мусульмане всегда представляли собой неотъемлемую часть российской цивилизации с ее ценностями, с ее принципами. Необходимо подтвердить связи российских мусульман с их единоверцами в других странах. Сейчас мир развивается, и в этом мире набирают силу различные организации и группировки террористического и террористического толка. Я хотел бы напомнить тем, кто не очень хорошо знает шариат, что цель ислама не состоит в том, чтобы превратить всех людей в мусульман. И великий Аллах говорит об этом в Коране. И ислам – это религия любви, религия терпимости. И надо отметить, что распространяются сейчас различные ложные представления об исламе. Говорят, что есть ислам развитый, ислам отсталый, есть такой, есть другой. Ислам – это ислам, это неправильное представление, что я являюсь передовым или отсталым представителем ислама. Такой постановки вопроса не должно быть. Мы, мусульмане, мы говорим об исламе как религии. Но одно дело – ислам, другое дело – мусульмане. Одно дело – религия, другое дело – люди. И есть люди, которые пытаются использовать ислам в своих земных каких-то целях. Сегодня враги ислама и христианства пытаются разжигать рознь между представителями различных мазхабов и толков и течений ислама. И между различными религиями они пытаются выпячивать какие-то политические и экономические противоречия, придавать им религиозную форму и на этой почве раздувать противоречия. Каковы пути сотрудничества и перспективы сотрудничества? Если говорить коротко, я думаю, имеется действительная потребность исламского мира и Российской Федерации как великого государства в борьбе против так называемого ислама, поддерживаемого Западом. Россия должна развивать свои отношения со странами исламского мира, и страны исламского мира со своей стороны должны развивать свои отношения с Россией. И Россия должна показывать пример сотрудничества мусульман и немусульман для всего мира. Вот это партнерство должно дать свои плоды, если будет разработана четкая стратегия, основанная на общности интересов, и чтобы деятельность каждой из сторон способствовала развитию и процветанию другой. Необходимо найти практическую, объединяющую связь между Россией и многосторонним исламским миром. Спасибо вам за ваше внимание. Спасибо.